Вначале была тьма, а затем мощный взрыв породил бесконечное расширение времени, пространства и материи. Каждый день мы разгадываем новые загадки, раскрываем ошеломляющие секреты о месте, которое мы называем Вселенная. Где марсиане? На отравленной поверхности Красной планеты? Или в недавно найденных источниках воды? Выжили ли марсиане после своего апокалипсиса? Марсиане — микробы? Или чудовища? Ответы в программе «Марс. Новые свидетельства». Вселенная. Марс. Новые свидетельства. Я верю, что мы пошлем людей на орбиту Марса и вернем обратно на Землю. После чего последует высадка на Марс. Когда мы высадимся на Марс, нас могут там ждать миллиарды марсиан. Хотя, вероятно, они будут выглядеть не так. И не так. А вот так. Микробы и бактерии могут выжить на планете, где атмосферное давление составляет 1% от земного. В засушливом мире, где температуры могут опускаться до минус 140. Брюс Беттс, Планетарное общество. То, что на поверхности Марса ужасные условия, не означает, что на какой-то глубине не могут существовать более приятные условия для развития микробной жизни. Джим Белл, университет Корнелла. Есть ли жизнь на Марсе? Всего 10 лет назад я дал бы другой ответ, чем сейчас. Мы многое узнали. Несколько десятилетий назад это было больше похоже на научную фантастику. Но сейчас мы знаем, что одни скопления бактерий обитают вокруг термальных вентилей на дне моря. А другие благоденствуют в воде на глубине 4 метров в антрактических льдах. Эшвин Вассада, Марсианской научной лаборатории. Наши знания о микробной жизни на Земле постоянно увеличиваются. Мне кажется, вполне вероятно, что на Марсе могли образоваться примитивные формы жизни. Но, во-первых, как могла образоваться жизнь на Марсе? Может, со вспышкой молнии? Весна 2006 года. Хотя некоторые ученые утверждали, что на Марсе не бывает молний, микроволновые датчики на Земле засекли их в наполненных трениями бурях красной пыли. Лаура Денли, обсерватория Гриффитс. Но это непривычная нам молния во время грозы. На Марсе нет дождей. Это называется сухая молния. Возможно, что эта сухая молния или статическое электричество породило жизнь на Марсе. Если есть молния, то есть источник энергии, который может повлиять на химию и ускорить процессы в атмосфере, даже на поверхности в какой-то степени. Во время знаменитого эксперимента по копированию возникновения жизни на Земле электрический ток пропускали через смесь воды и главных газов, создавая первичный бульон с органическими и стандартными компонентами жизни, аминокислотами. При помощи электрических зарядов мы не обязательно зародим жизнь, но можем создать условия для ее возникновения. Однако неясно, сухая молния дает старт жизни на Марсе или убивает все шансы на жизнь. Молнии на Марсе могут создавать перекись водорода, а это может привести к тому, что другие химикаты разрушат органику и стерилизуют поверхность. Живительный кабель или смертельный электрический стул? Суд пока что не решил, что дают Марсу сухие молнии. С Марсом вечно так. Только мы думаем, что все понимаем, как открываем новые вещи, и оказывается, что нужно разрешить еще массу загадок. Так как же найти крошечные бактерии под поверхностью на планете в 75 миллионах километров от нас? Линда Элкинсон-Тентен, Массачусетский политех. Планета может кишеть жизнью. Там может обитать множество организмов, если они существуют. Конечно, вот только найти их невероятно трудно. Ученые ищут жизнь на Марсе как альпинисты, подделая связки, соединяя наблюдения с дедукцией, надеясь, что свидетельства ведут их по правильному пути. И если факты не подтвердятся, придется начинать сначала. Искать жизнь трудно, поэтому исследователи предложили, давайте в первую очередь найдем пригодные для жизни места, если есть подходящие места для жизни. А ключевым элементом жизни является вода. На Земле жизнь не может существовать без жидкой воды. Если даже крошечная колония живет в центре ледника, ей нужна вода в жидком состоянии для запуска процесса жизни. Если верить ранним снимкам космических зондов, Марс просто мертвая красная скала. Его тонкая атмосфера насыщена углекислым газом. И, кажется, существуют ледяные полюса. В 70-е годы мы не верили, что на Марсе может быть вода или жизнь. Но сейчас ситуация иная. В 21-м веке более совершенные космические зонды доказали, что прежнее представление землян о планете было ошибочным. Как оказалось, в полярных шапках Марса воды в 100 раз больше, чем в пяти великих озерах Северной Америки. Вероятно, в полярных шапках достаточно воды, чтобы покрыть поверхность Марса глубиной до 8-10 метров. Однако важнее не то, есть ли вода на Марсе, а есть ли там жидкая вода. Это главный вопрос. Поскольку микробная жизнь на Марсе не смогла бы развиваться, не будь в ранней истории планеты воды в жидком виде. Мы ищем следы жидкой воды на Марсе различными способами. С 1997 по 2006 станция Mars Global Survivor NASA искал минералы на основе воды с помощью высокочувствительного спектрометра. Клиффорд Джонсон, Университет Южной Калифорнии. Каждый химический элемент имеет свою особую характеристику, как отпечаток пальца. Когда на него направляют свет, он отражает его специфическим образом, согласно характеристикам данного элемента. И глядя на его световое излучение, мы можем сказать, из чего он состоит. Точно так же человеческое ухо улавливает определенные колебания. Некоторые ноты бьют по ушам. Другие не столь громкие. Точно так же спектрометр выделяет специфические нотки элемента. Станция Surveyor нашла спектрографические россыпи гематита, смеси железа и кислорода. Гематит показывает, что на древнем Марсе могла быть вода в жидком виде, потому что этот минерал был найден на Земле в среде, которая некогда взаимодействовала с жидкой водой. Это круглые камешки-сьюты. Жидкая вода текла сквозь поры песчаника и формировала их, собирая по пути железа, которое впоследствии зацементировало вместе эти шарики. Те, что были найдены на Марсе, меньшего размера, но, как полагают, они были образованы так же. Сейчас миссия сервейера завершена, но в данный момент пять спутников фотографируют и измеряют Марс. Европейский Марс-экспресс курсирует вокруг экватора. Марсианская Одиссея НАСА и недавно запущенный марсианский орбитальный поисковик или МРО следуют за полюсами. Тем временем два марсохода исследуют поверхность в поисках свидетельств воды в древних камнях. Спирит работает в очень холмистой, каменистой пыльной местности. На снимках с марсохода она красноватая и яркая, зато с другой стороны планеты плоская местность. Более темного, скорее шоколадного, чем красноватого света. Весной 2008 года к пяти спутникам присоединился шестой. Модуль НАСА «Феникс». 25 мая 2008 года. Взволнованные люди на Земле следят по мониторам за окончанием девятимесячного полета «Феникса» в космосе. Пылающий модуль летит сквозь атмосферу Марса со скоростью 18 тысяч километров в час. Мигель Сан-Мартин, НАСА. Мы научили этого малыша летать, передали ему всю свою мудрость, а теперь должны отпустить, чтобы он делал свою работу. Любое приземление на Марс невероятно сложное. В течение шести-семи минут полета от атмосферы до поверхности царит полный хаос. Мы зовем это «семь минут ужаса». За это время «Феникс» должен сбросить скорость с 18 тысяч километров в час до 9 километров. Если не получится, на Марсе появится новый кратер. Годы усилий проходят в последнюю проверку. Получится или нет. Парашют раскрылся. Как показали кадры с марсианского поисковика. Бортовые двигатели замедлили падение и обеспечили почти превосходную посадку на северный полюс Марса. Управление полетами засекло сигнал касания. «Феникс» будет искать замороженную воду под поверхностью. Но, кажется, нашли уже больше, чем ожидали. Снимок одной посадочной опоры кажется, показал то, чего там не должно быть. Есть новые свидетельства того, что на Марсе некогда была жизнь. Минеральные залежи показали, что когда-то по поверхности текла вода. Ученые НАСА ищут следы воды везде, где только можно. на Марсе Но весной 2008 года они, кажется, нашли ее в неожиданном месте. Под опорой только что приземлившегося на Марс модуля «Феникс» оказалось что-то странное. Некоторые коллеги полагают, что это капли воды, сформировавшиеся в той среде, что довольно странно, так как там слишком холодно. Вряд ли вода может находиться там постоянно. Но она могла быть соленой, могла быть солончаковой, значит, легкоплавкой. Все возможно. Я не знаю, это капли воды на опоре «Феникса» или что-то похожее на них. Ученые сомневаются, а блогеры взорвали интернет предположениями. Но в конце концов это лишь предположения. К великому сожалению, мы обладаем расплывчатыми данными, мы ограничены возможностями камеры. Очень хочется отправиться туда, и сделать снимок получше. Но пока что это вопрос без ответа. Хотя капли на опоре остаются загадкой и поныне, когда манипуляторы «Феникса» углубились на 5 сантиметров под поверхность Марса, предположение подтвердилось, они наткнулись на ледяную почву с замерзшей водой. Марсианская «Одиссея» предсказала, что «Феникс» высадится на ледяную землю с легким покровом пыли сверху. «Феникс» подлетел, коснулся, и мы получили ключевую часть планетарной науки, которую мы называем «Почвенная правда». В то время, как команда «Феникса» ожидала найти замерзшую воду, они были удивлены, когда лазер и модуля обнаружили кое-что в небе Марса. Снег. Снег не из углекислого газа, а из водных кристаллов, как на Земле. Снег на Марсе — это круто. «Феникс» видел, как сначала он выпал высоко в атмосфере, а затем упал на поверхность, после чего испарился, превратившись снова в газ, когда вернулось Солнце. Мы впервые увидели круговорот воды на поверхностной атмосфере. В этом случае газ превратился в твёрдое тело, а затем обратно в газ. Тем временем марсоходы изучали экватор. Используя камеры высокого разрешения и спектрометры, «Спирит» и «Оппорт Юнити» искали минералы и формы местности, образованные водой в древнем прошлом Марса. Рабочий день марсоходов начинается с приходом Солнца, который освещает их панели и будит их. Земле им передают команды, что и как нужно сделать. На этот раз проедете 10 метров вперёд, затем остановка, поворот на 20 градусов и снимаете панораму в этом направлении с использованием светных фильтров. В конце дня один из спутников НАСА на орбите, марсианская «Одиссея» или МРО, проходит над ними, и мы знаем, что там происходило. Марсоход передаёт данные на орбитальный спутник, а тот пересылает их нам на Землю. Пока они спят, мы обрабатываем снимки и информацию, стараясь понять, всё ли прошло, как задумано. Выполнили ли они команды, не было ли чего неожиданного или опасного? В начале 2008 года пришёл сигнал тревоги со спирита. Затрясло его правое переднее колесо. Пока команда Феникса пыталась вывести его обратно, буксующее колесо раскопало почву и наткнулось на кварц. Где можно найти кварц на нашей планете? В гидротермальной среде. Возможно, что в иных мирах он тоже находится там же. Кварц вызвал радостное возбуждение, поскольку это связь с нашей планетой. Это указывает на то, что, вероятно, такая среда существовала на Марсе. Фактически, спирит остановился в нужном месте, рядом с тем, что может оказаться древней горячей точкой наподобие Йеллоустона. Эта классическая случайная находка вызвала вопрос, может ли на Марсе существовать подземная термальная активность? Может ли Марс быть до сих пор горячим внутри? Безусловно. Не может быть, чтобы Марс полностью остыл. Наверняка, до сих пор внутри осталась высокая температура со времен образования, плюс тепло от радиоактивных элементов. Определенно, внутри Марса достаточно жарко, чтобы жидкость могла кипеть. Так что вполне может быть, что мы найдем жидкую воду в коре планеты. В Йеллоустоне и других термальных источниках на Земле различные виды бактерий живут и процветают в газах и богатых минералами водах. Могут ли скрытые горячие источники Марса быть нерестилищами жизни? Мы хотели бы послать на планету электромагнитные инструменты, потому что они скажут нам, где и на какой глубине залегает вода. Когда мы это узнаем, это будет нечто потрясающее. В то время, когда команда Спирит разгадывает тайны подземного Марса, команда Феникса находит еще один сюрприз на поверхности. Два процента почвы вокруг модуля состоят из перхлоратов, комбинации хлора и кислорода. Открытие перхлората на Марсе довольно противоречивое, поскольку на Земле это яд. На Земле перхлорат используется для запуска фейерверков и ракет. Это открытие стало неожиданностью. Почему он там? Как сформировался? Вопрос перхлората очень хороший вопрос, и на него пока что нет точного ответа. Перхлорат может образовываться естественным путем, например, в чилийской пустыне Атакама, где ультрафиолетовая радиация Солнца преобразовывает хлор и кислород. На Марсе многие химические реакции происходят на поверхности. Мы не понимаем их до конца даже на Земле. Что тут говорить о Марсе? Проблема с перхлоратом в том, что он влияет на некоторые эксперименты, которые люди проводят в поисках органики из молекул на базе углерода. Некоторые ученые пересматривают сейчас знаменитые эксперименты с модулем Викинг в 1976 году. Когда Викинг сел на поверхность, он не нашел признаков органики. Современная теория предполагает, что перхлораты в почве могли разрушить всю органику во время процесса ее поиска. Фотографии с Викинга. Потому что для этого почву подогревали. Перхлораты могли разрушить органические материалы во время экспериментов Викинга. На Земле они используются как яды во многих химических испытаниях. Однако перхлораты являются источником энергии для некоторых бактерий, которые питаются токсичными отходами. В отношении жизни это и хорошие плохие новости. Хотя микробы могут питаться ядовитой почвой Марса, для людей она смертельна. Мы не знаем, как перхлораты могли изменить почву. Поверхность может оказаться суперокисленной, что может привести к коррозии скафандров. Одно сейчас бесспорно. После пяти месяцев исследований работе Феникса угрожает пылевой шторм, несущийся по марсианским равнинам, храня все на своем пути. В столь жестоком шторме модуль Феникса обречен. Когда модуль Феникс докопался до замерзшей воды на Марсе, появились новые доказательства того, что на Красной планете некогда могла существовать жизнь. Но осенью 2008-го жизнь самого Феникса оказалась под угрозой. На Марсе ветер поднимает очень-очень тонкую, мелкозернистую, как мука, пыль. Она поднимается в атмосферу и медленно оседает, покрывая все вокруг. Красная пыль оседает на солнечных панелях Феникса, и солнечный свет, источник его мощности, не проходит. Модуль Феникс приходится много времени тратить на перезарядку батарей, поскольку мы знаем, какие там холодные ночи, и он должен держать обогреватели включенными, чтобы пережить ночь. 2-го ноября Феникс отключился в последний раз. Во время марсианской зимы замерзший углекислый газ похоронил модуль в могиле из сухого льда. но информация Феникса обрабатывается до сих пор. Его отправка на Марс за меры поверхности, детальная информация об истории Марса и его химии на поверхности стали важной частью поисков следов существования воды на Марсе. Вода источник жизни, но согласно новейшим исследованиям, она лишь одна из сил, которые формировали Марс. Мы можем разбить теперь наше представление о Марсе на четыре четверти, как в американском футболе. Первая четверть его существования с 4,5 до 3 миллиардов лет была насыщенной. Марс формировался, как и другие планеты, из кружащегося газа и обломков, а застыв превратился в скалистый мир. Затем Марс начали обстреливать и засыпать метеориты. Образовалось множество кратеров. К концу этого периода возникло множество геологических особенностей, вероятно, по поверхности текла вода. Эти новые свидетельства появились после серии снимков хребтов в 2009 году спутником НАСА МРО. Впервые на Марсе были обнаружены остатки озера размером с озера Чемплейн в Северной Америке. Любое свидетельство присутствия или истории воды на Марсе важно для определения того, одни мы такие во Вселенной. Некоторые ученые даже заявили, что три с половиной миллиарда лет назад океан размером с Атлантику покрывал треть Марса. Возможно, на какое-то время на Марсе возникла водная жизнь. Когда закончилась первая четверть истории Марса, вторая четверть началась с извержений вулканов, которые преобразовали планету. Это была очень бурная вулканическая активность. Вулкан Олимп является самым большим в нашей Солнечной системе. Так что в прошлом были огромные вулканы. Марс покрыт черным вулканическим базальтом, таким же, как базальт вокруг гавайских вулканов. Вулканы извергали химикаты, включая серу, которая смешивалась с водой и окисляла все вокруг. Это было что-то вроде кислотного дождя на Земле. В это же самое время атмосфера сжималась, воды на поверхности становилось меньше, она стала менее устойчивой. Потеря атмосферы Марса означала, что жидкая вода не могла долго просуществовать на поверхности. Алекс Филипенко Беркли. Например, вода на поверхности Земли существует только благодаря атмосферному давлению. Вода на Марсе испарилась или замерзла. В третьей четверти жизни Марс начал краснеть от окиси железа, ржавчины в виде пыли. Возьмите свежую вулканическую скалу на Гавайях или в Исландии и подержите ее некоторое время в атмосфере Земли. Она тоже станет буровато-красной со временем. Это окисление. Тот же процесс происходил на Марсе. Во время последней четверти началась глубокая заморозка Марса. В период от 100 миллионов до 2 миллионов лет назад образовались большие ледники и изменили форму бассейнов и кратеров. Из теплой влажной планеты Марс превратился в холодный сухой мир. в Скорлупу. Согласно новым свидетельствам. У него была плотная атмосфера, вода, наверное, шел дождь и снег. Все то, что существует у нас. Замечательно то, что время наших полетов и исследований мы можем вернуть обратно во времени и изучить, как похожий на Землю Марс стал таким. Хотя теперь есть четкие доказательства того, что в прошлом на Марсе была жизнь, эти снимки 2009 года со спутников показывают нечто невероятное. Текущую воду по поверхности. Если вода сохранилась под поверхностью или в замерзшем виде и сейчас вылезла и течет по стенкам кратера, это может быть сенсацией. за последние десятилетия снимок этих оврагов самая захватывающая вещь. Когда я был маленьким, я знал, что на Марсе нет жидкой воды, а это бросает вызов законам физики. Верно? И это вбредит душу, поскольку может оказаться, что мы были неправы. Когда впервые сообщили о находке, мы предположили, что это растаял лед или поднялся водоносный слой. Есть также целый рой гипотез и недавних исследований, что это может быть углекислый газ. Сухой лед превратился в газ, тут вызвал газовую смазку песка и песок потек. Если честно, все это сейчас в сфере исследовательской науки. Кое-что указывает на то, что это песок. Надеюсь, что это не так. Мне хочется, чтобы это была вода. От древних океанов до недавнего оползня поиск воды и жизни на Марсе ведется постоянно. Этот поиск, как подъем альпиниста на незнакомую гору, чреват фальстартами и неожиданными срывами. Это и случилось, когда сделали этот снимок у экватора Марса. Он напомнил многим людям вот это. Была ли когда-то жизнь на Марсе? Пробы, взятые спиритом, обнадеживают, но могут быть интерпретированы с точностью до-наворот. Мы должны быть осторожны. Нельзя переступать грань, опережать нынешние данные, нынешние эксперименты и гипотезы. Но все мы люди, и нам не терпится забежать вперед. Когда в 2008 году снимки с марсохода NASA Spirit просочились в интернет, тысячи людей поспешили с выводами. Согласитесь, что эта фигура невероятно похожа на снимки Йети на Земле. Это доказательство жизни на Марсе? Нет. Это скала высотой 5 сантиметров. У нас и поныне нет четких доказательств существования жизни на Марсе. Как и каналы 19 века, лицо 20 века марсианский Йети 21 века всего лишь игра света. Иногда люди не могут отличить факты от фантастики. Если и была жизнь на Марсе, то, вероятно, она развивалась в ранней истории планеты, когда магнитное поле Марса защищало его от рядоносной радиации. Доказательства, что у Марса было магнитное поле лежат в корковых скалах. Большинство корковых скал получили замороженное магнитное поле по мере затвердевания. Эти магнитные скалы, рассеянные по всей Красной планете, создают на Марсе свою версию полярного сияния, как это было установлено в 2008 году, хотя человеческий глаз его не видит. Бен Вайс, Массачусетский политех. На Земле, когда заряженные частицы Солнца попадают в магнитное поле Земли и ударяются об атмосферу, они заставляют ее выделять энергию и сияние. Недавно европейский спутник Марс Экспресс засек полярное сияние на Марсе. Это происходит, когда заряженные частицы попадают на линии магнитного поля от намагниченных корковых скал. Но как Марс потерял свое магнитное поле? По одной теории, менее 4 миллиардов лет назад, когда Марс остыл, его расплавленное железное ядро затвердело и перестало вращаться. Движения ядра были слишком слабыми, чтобы произвести электрический ток для создания магнитного поля. Но есть более быстрая и жестокая теория. Недавно появилась новая противоречивая идея, что у Марса был один или несколько больших спутников на ближней орбите, и они своим притяжением поддерживали жар внутри планеты. Сохраняли ядро в расплавленном состоянии, что позволяло производить ток для поддержки магнитного поля. А затем, спустя полмиллиарда лет после образования планеты, спутники врезались в планету и уничтожили магнитное поле. По мнению многих ученых, теория удара невероятна. Во-первых, как мог настолько большой спутник потерять инерционную энергию и врезаться в планету. Идея, что спутник Марса мог врезаться в планету в первый миллиард лет, маловероятна. Хотя и такое могло быть. Все вопросы о магнитном поле Марса и жизни на планете упираются в него. Это марсианский метеорит АЛХ 84001. В 1996 году некоторые ученые предположили, что на нем могут быть ископаемые марсианские микробы. Многие ученые заявили, что эти объекты небиологические. С тех пор, как люди стали заниматься этим метеоритом размером с картошку, они постоянно извлекают все больше и больше информации, а сейчас появились новые результаты. В апреле 2010 года благодаря новым радиометрическим инструментам ученые заявили, что первые оценки возраста метеорита неверные. Фактически он на 500 миллионов лет моложе, чем мы думали. Старые данные предполагали, что скала появилась еще во время образования Марса, вероятно, слишком рано для эволюции микробов. Новые данные показали, что метеориту почти 4 миллиарда лет. Как мы предполагаем, в это время 4 миллиарда лет назад Марс мог быть обитаем, потому что в это время по его поверхности могла течь вода, а атмосфера была намного плотнее. Но как мог метеорит Марса оказаться на Земле? Кристина М. из Далласа Техас прислала нам свой вопрос. Почему часть одной планеты отрывается и попадает на другую? Отличный вопрос, Кристина. Мы нашли на Земле метеориты, бесспорно прилетевшие с Марса. Нам известны 50 из них. Это случается, когда астероиды иногда врезаются в Марс и выбрасывают куски скал в космос, а гравитация Земли притягивает их. Они падают на Землю, и мы их находим. Вот так мы можем изучать Марс на Земле. В 2010 году НАСА объявило, что новейший электронный микроскоп обнаружил на марсианском метеорите кристаллы окиси железа под названием магнетиты. Некоторые живущие в океане бактерии могут создавать эти минералы собственным магнитным полем на Земле. Бактерии на Земле могут выращивать на собственном теле кристаллы магнетитов, которые помогают им ориентироваться в магнитном поле Земли, чтобы плавать по океанам и питаться. Возможно, на метеорите находятся окаменелости магнетитов, созданных марсианскими бактериями, чтобы плавать и охотиться в древних морях Марса, когда там было еще магнитное поле 4 миллиарда лет назад. Если эти окаменелости имеются, они могут подтвердить, что на раннем Марсе были довольно сложные формы жизни. Это все вилами по воде писано. Уже сколько научной работы проделано, сколько было споров о марсианских метеоритах, о доказательств жизни, как не было, так и нет. Однако последнее и самое убедительное доказательство жизни на Марсе находится не на древнем метеорите, а на нынешнем Марсе, пусть даже оно невидимо. Годами ученые в поисках жизни на Марсе ищут воду. Однако может быть, что им стоило искать кое-что более драматическое. За последние десятилетия спектрографические наблюдения за Марсом обнаружили комбинацию углерода и водорода, газ метан. Открытие метана в атмосфере Марса многих удивило. Перья газа вылетали из наиболее горячих точек во время марсианского лета. Но заковыка в том, что на Марсе не должно быть метана. Наличие метана на Марсе довольно загадочно, потому что ломает все представления. И на Земле нестабильная молекула метана распадается через 300 лет. Но на Марсе с высокими дозами ультрафиолетовой радиации и недавно обнаруженными сухими молниями в тонкой пыльной атмосфере метан должен распадаться за пару месяцев. Как мы видим, что-то постоянно поставляет его снова. Даже при том, что он распадается, тут же возникает дополнительная поставка. Откуда возникает метан на Марсе? На Земле метан выделяют вулканы. Но хотя на Марсе самый большой в нашей солнечной системе вулкан Олимп, он низвергался уже миллионы лет. Так какие другие варианты? Метан может создаваться под землей, когда базальт превращается в минерал серпентин. Тот выделяет метан, газ проходит через трещины и поднимается в атмосферу. Однако для этого процесса нужна жидкая вода, которая до сих пор не обнаружена ни внутри, ни снаружи Марса. Возможно, на Марсе остаются активными некоторые вулканы, что было бы интересно. Возможно, под землей происходят какие-то химические процессы с водой, о которых мы не знаем. А может, это все биология? На Земле 90% метана выделяют бактерии в животных и растениях. Может, марсианский метан производит подземные колонии бактерий? Открытие метана на Марсе подталкивает нас к выводу, что мы нашли свидетельство жизни на Марсе. Интернет кишит спорами о том, как выглядят эти существа. Однако, фактически, несмотря на то, что открытие метана интересно, это не значит, что мы нашли какие-то существа на Марсе. Возможно, это жизнь. Эта стрелочка на что-то указывает. Вполне может быть, что в конце стрелочки окажется жизнь. Поиск метана на Марсе станет задачей номер один для следующего марсохода, который отправится на Красную планету. Вы видите перед собой испытательную версию ровера Марсианской научной лаборатории. Когда марсоход прибудет на планету, он станет искать метан. Когда он доберется до места, мы получим ответ. Марсианская научная лаборатория Curiosity будет запущена осенью 2011 года и в 2012 году приземлиться на Марс. Этот небольшой автомобильчик использует необычную технику приземления небесный кран. В 20 метрах над поверхностью марсоход отделится от спускаемой ступени и спустится по тросу, который мы называем уздечкой. Стивен Ли, старший оператор МСЛ. Медленно приближаясь к поверхности. Когда колеса марсохода дотронутся до грунта, спускаемая ступень определит это. Она обрежет канат, а затем улетит прочь и где-нибудь рухнет без ущерба для прочих, а марсоход будет стоять на Земле в готовности к работе. Главный элемент небесного крана высокочастотный радар был установлен на вертолете и проверен на базе ВВС США Эдвардс в Калифорнии. Джеймс Монгомери, руководитель испытаний НАСА. Перед тем, как произойдет высадка на Марс, мы проводим множество анализов и моделирований, чтобы определить все параметры угла снижения, высоты парашютирования и прочее. Во время входа, спуска и приземления радар говорит нам, где Земля и как быстро мы идем. Служба управления полетом использует эти данные для запуска микродвигателей, чтобы касание было нежным на малой скорости. Мы проверяем детальки здесь и детальки там. Впервые мы испытываем технику для полета на Марс. Основная задача курьезити — поиск следов древних обитателей планеты. Марсоход поедет по участкам, где в прошлом была вода, возможно, где-то там будет органика. Если мы найдем такой слой, то подъедем к скале, просверлим дырку и возьмем пробу изнутри скалы. Это даст нам информацию о том, из чего состоит скала и есть ли там органика. Марсианская научная лаборатория станет еще одним звеном в цепи исследований, который позволит понять, что это за яркая красная точка в ночном небе. Мы соединим все старые свидетельства и добавим к ним новые. Мы не знаем, когда исчезло магнитное поле. Мы не знаем, как была потеряна атмосфера. Мы не знаем, куда ушла вода. Мы не знаем, откуда берется метан, его производят жизнь или неживые химические реакции. Возможно, мы получим в 21 веке ответы на вопросы, которые озадачили в 19 и 20 веках. Я опросила еще пятерых исследователей Марса, каков процент вероятности того, что мы найдем жизнь на Марсе. Четверо из них сказали, что шансы найти жизнь на Марсе всегда были и остаются поныне свыше 90%. Двое сказали, что меньше 15%. Тогда я задала им следующий вопрос. Если вы считаете, что шансы меньше 15%, стоит ли продолжать поиски? Они тут же ответили «Безусловно». Я не думаю, что марсоходы и спутники обнаружат жизнь на Марсе. Лично я считаю, что это сделают люди. Однажды они высадятся на Марсе, копнут, просверлят, подумают и, учитывая содержимое, смело составят все части головоломки вместе. Я оптимист и считаю, что мы найдем свидетельство былой или нынешней жизни.